Все началось с шахматной доски. Ее Валерии Клейменовой подалили родители в раннем детстве. Комбинации, решение задач, эрудиция. Игра полностью захватила сердце девочки. Сегодня ей нет равных не только в России, но и во всем мире. Лера обставила тысячу лучших шахматистов на первенстве Европы по шахматам. Финальная партия была соперницей из Украины. Судья объявил ничью. А суммарные победы в чемпионате вознесли жемчужину региона на первое место. Как нам призналась победительница, залог успеха в спокойствии, самобладании и физической подготовке. В Европе почти каждую партию я играла по 5-5,5 часов. И чтобы потом уже голова лучше работала под конец, нужна спортивная подготовка. Последние партии не всегда очень трудные и нервные, потому что решается исход турнира. Но я сейчас стараюсь ездить по взрослым турнирам. У меня через неделю в Челябинске турниры женские международные будут проходить. Там будет играть 10 человек. И дальше по списку. Валерий впредь планирует двигаться по шахматной доске, брать новые кубки, а в конечном итоге стать гроссмейстером. Такую же цель перед собой ставит Тарас Шавкань. Любовь к шахматам он перенял по наследству. Парень недавно вернулся с чемпионата мира по решению шахматных композиций. Он проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. Сразу после стал лучшим в подобном первенстве, но уже в Привожском федеральном округе. Тарас с легкостью может поставить мат в два хода. Это, к слову, было одно из заданий. Решение шахматной композиции подразумевает из себя ответ на какую-то шахматную композицию при определенных условиях. То есть существуют задачи мат в два хода, в три, многоходовые и так далее. Чемпионат длился два часа. За это время нужно было решить восемь подобных задач. Какое дать предпочтение в первую очередь, решал сам участник. То есть изначально решаются обычные более легкие задачи, затем решаются многоходовые и тюды. Да, у меня есть желание странировать дальше развиваться. Я собираюсь далее заниматься этим видом деятельности и добиваться новых успехов. Занимаются будущие игросмейстеры на площадке Ульяновского дворца творчества детей и молодежи. Тарас и Валерия уже постигли все азы шахматного спорта. Их наставники классом выше. А вот подрастающие чемпионы ходят на занятия два-три раза в неделю. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.